Китайская компания Meizu никогда не славилась пёстрым модельным рядом, выпуская всего один смартфон в год, но в этом году компания явно решила изменить своим традициям и взяла курс на тотальное заполнение всех ниш и завоевание самых популярных ценовых сегментов. От дорогостоящих флагманских устройств до вполне доступных, но по-мейзовски качественных бюджетников, так и появился на свет наш герой Meizu M1 Note. Но насколько он хорош с собой, сегодня мы с вами и проверим. Коробка смартфона выполнена в общем стиле со всей линейкой смартфонов компании Meizu. Простенькая картонная книжка в случае с M1 не имеющая рифления в виде страниц, но всё так же узнаваемая среди поклонников бренда. Как говорится, всё гениальное просто. Наверное, именно таким девизом пользовались инженеры компании Meizu. Сзади располагается наклейка с подробными техническими характеристиками устройства, спереди название, сбоку логотип компании, никакой дополнительной информационной нагрузки книжка не несёт. Открыв коробку, мы встречаем сам смартфон, гарантийный талон, блок зарядного устройства силой тока в 2 Ампера, USB кабель и скрепочку для отверстия SIM-латка. Хочу отметить довольно стильную, с символикой оболочки Flyme мелочь, а приятно, никакой дополнительной роскоши в виде фирменной стереогарнитуры от компании Meizu можете даже и не ждать. В последнее время производители всё реже и реже балуют нас такими подарками, но как я уже упоминал ранее, думаю у каждого уважающего себя меломана найдётся пара любимых наушников, которые будут куда лучше посредственной гарнитуры жертвы в погоне за низкой ценой. Как вы уже догадались, инженеры компании Meizu черпали вдохновение у всем известной купертиновской компании и явно не пытались этого скрывать. И даже всячески это подчёркивали всевозможными брошюрками и рекламными плакатами. Да, M1 Note очень и очень похож на iPhone 5C. Я бы сказал, что даже пластик тут аналогичный, не говоря уж о некоторых элементах дизайна. Да и стоит отметить, что смартфон хоть и выполнен из пластика, но имеет в недрах металлическую раму, что придаёт ему дополнительной прочности. Плюс собран он довольно качественно, за исключением маленького еле заметного люфта при нажатии на верхний левый угол. Но насколько я знаю, это техническое решение для извлечения смартфона из пластикового корпуса. На лицевой стороне смартфона расположились датчики, динамик, глазок фронтальной камеры и сенсорная многофункциональная кнопка домой. На левой стороне кнопки регулировки громкости. На правой слот для двух сим-карт. У меня в руках уже версия с поддержкой наших LTE-сетей, но опять же, из-за отсутствия таковых сетей в регионе, проверить скорость работы я не могу. А вот 3G-соединение довольно стабильное и не хуже, чем у флагманских устройств других именитых компаний. Да и с обычной мобильной связью у смартфона всё в полном порядке. Снизу расположилось отверстие динамика громкоговорителя, USB-порт и микрофон. Сверху кнопка включения. Кстати, не очень удобное решение при таких габаритах. Микрофон для шумоподавления и разъём для подключения гарнитуры. На задней стороне глазок основной 13-мегапиксельной камеры, сдвоенная вспышка и логотип компании Meizu. Если говорить о преемственности поколений, то M1 Note имеет чёткое прослеживаемое сходство с предыдущими моделями компании. Если сравнивать M1 Note рядом с MX-4 или MX-3, то можно увидеть одинаковую форму корпуса, фирменный сенсорный круг под экраном и схожее дизайнерское решение с расположением задней камеры сверху по центру. Включается смартфон около 20 секунд. Управление устройством осуществляется под операционной системой Android версии 4.4.4 KitKat с фирменной оболочкой Flyme OS четвёртой версии. Тут, как говорится, на вкус и цвет. Но, как я упоминал ранее в обзоре Meizu MX-4, оболочка однозначно довольно удобная и интуитивно понятная. Плюс ко всему ещё и довольно красивая. Думаю, владельцы смартфонов Meizu со мной согласятся. Дизайн оболочки Flyme всегда был довольно простым, причём это я отнесу к плюсам, а не к минусам. Да, это не Циан, тут правит минимализм. Минимум лишних управляющих элементов, множество прозрачных и полупрозрачных окон, таких как строка состояния и панель докбара. Крупные иконки программ, отрисованные в общей стилистике, ну и, конечно, плавность и скорость работы интерфейса. Устройство можно разбудить нажатием кнопки питания, но при таких габаритах даже обладателям самых больших ладоней будет не особо удобно. Ползать крабиком вверх-вниз всё-таки придётся. Благо, как и в старших модельках смартфонов, аппарат также можно пробудить двойным тапом по экрану. Кроме этого, свайпом от сенсорной кнопки под экраном можно разблокировать устройство, минуя экран блокировки. Как вы могли заметить, в Flyme OS нет отдельного меню приложений, и поэтому основным рабочим пространством является рабочий стол. Там располагаются как иконки приложений, так и всевозможные виджеты. Навигация между столами осуществляется свайпом влево или вправо. Шторка уведомлений Flyme OS 4 совмещена с панелью переключателей. На рабочем столе шторку можно вытянуть свайпом сверху вниз в любой части экрана, что удобно, особенно для такой диагонали. Но вот в приложениях традиционно свайпом вниз от верхней кромки экрана. Если после вызова шторки уведомлений сделать ещё один свайп сверху вниз, то отобразятся все доступные переключатели. Кстати, разработчики постарались сделать навигацию одной рукой более комфортной, хотя, как по мне, одной рукой полноценно управлять аппаратом довольно трудно. Но всё же для этого они реализовали функцию Smart Touch. Благодаря ей двойным тапом можно спустить верхнюю часть экрана, дабы не тянуться до неё руками. Ничего не напоминает? Также эту маленькую кнопку можно использовать для навигации и вызова недавних приложений. Смартфон построен на относительно новой восьмиядерной 64-битной платформе от Mediatek, а именно MTK6752 с частотой ядер 1,7 ГГц. За графику отвечает Mali-T760 MP2 с частотой 600 МГц. Оперативной памяти в смартфоне 2 ГБ. Как идут игры на Meizu M1 Note смотрите в отдельном ролике. Ссылка в конце видео. А сейчас предлагаю ознакомиться с результатами тестов во всех популярных бенчмарках. Продолжение следует... Продолжение следует... Как я уже говорил в предыдущих обзорах смартфонов на новых платформах от Mediatek, проблемы с GPS постепенно переходят на задний план. Качество приёма неплохое, не спорю. Возможно аппараты на Snapdragon не будут справляться с этой задачей немножко быстрее, но новые платформы явно дышат им в затылок. Ах, к GPS претензий нет. Автономность. Ёмкость аккумулятора в M1 Note 3140 мАч. По заявлению Meizu этого достаточно для работы смартфона в течение двух суток при активном использовании. Скажу лично, автономность один из самых больших плюсов M1 Note. Энергосберегающий и сбалансированный режим так вообще бьют многие рекорды. По моим впечатлениям, телефон обладает одними из лучших показателей автономности из всех устройств, которые я когда-либо держал в руках. Даже при интенсивном использовании аппарат доживает до вечера, а если использовать его просто как звонилку и выставить энергосберегающий режим, так вообще, я наверное до сих пор бы его тестировал. Ну разумеется, я шучу конечно. Объём встроенной памяти варьируется от 16 до 32 гигабайт. У меня на тесте версия на 16 гигабайт, из которых пользователю доступно около 14,5. К сожалению, расширить пространство с помощью карт памяти стандарта microSD нельзя. Зато аппарат поддерживает ОТГ, что разумеется плюс. А сейчас предлагаю оценить примерное качество звучания нашего подопытного. Как по мне, звук у M1 Note неплохой, но и какими-то выдающимися показателями похвастаться он тоже не может. Так что, товарищи аудиофилы, присматриваемся к более старшей модельке MX4 Pro. К сожалению, в видео стандарта 4K смартфон воспроизводить отказался. Сторонние проигрыватели частично решают эту проблему, но заветных 24-30 кадров вы не получите. Ждать от бюджетного смартфона отличной камеры не стоит. Но только не в случае с компанией Meizu. Да, ждать от M1 Note каких-то супер шокирующих качествам снимков не стоит. Но камера тут для своего ценового сегмента очень и очень даже крепкий орешек. Основная камера имеет разрешение в 13 мегапикселей, способна снимать видео 1080p. Качество фото неплохое. При дневном освещении снимки получаются весьма и весьма хорошие. При недостаточном освещении и в сумерках шумодав, конечно, съедает детализацию, но вполне терпимо. Опять же, учитывая ценовой сегмент, камера в смартфоне немного выше уровнем однозначно. Интерфейс у камеры идентичен интерфейсу MX4. Ничего нового вы в нем не найдете. Все просто, удобно и интуитивно понятно. 4K видео смартфон, как его старшие братья, к сожалению, снимать не может. Передняя камера имеет разрешение в 5 мегапикселей. Идеально подойдет для любителей поснимать себяшки. Качество снимков для фронталки отличное. Вот что, а фронтальная камера тут точно на уровне флагманов за 600-800 долларов. Качество фото, повторюсь, на пятерку. А сейчас предлагаю ознакомиться с примерами фото и видео файлов, сделанных при помощи Meizu M1 Note. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Экран смартфона это Full HD IPS матрица, выполненная по OGS технологии с соотношением сторон 16G9. Да, для Meizu это прям таки не стандарт, так как компания всегда славилась своеобразным подходом к соотношению сторон экранов своих устройств. В целом, экран неплохой, немного хуже, чем у старших братьев, но имеет близкую к натуральной цветопередачу, очень хороший запас яркости и максимальные углы обзора. При ярком дневном солнце, конечно же, выцветает, но текст остается читаемым. К мини-минусам можно отнести появление небольшого холодноватого оттенка при экстремальных наклонах, но это, как мы знаем, болячка большинства IPS матриц, так что дисплей можно отнести к плюсам данного смартфона. Ну и напоследок, не могу не отметить поддержку OTG, еще одна приятная и довольно практичная мелочь, так что можете не сильно беспокоиться о количестве свободного внутреннего пространства, просто подключить флешку с любимым фильмом посредством OTG или поиграть в любимую игрушку с помощью геймпада. Ну что ж, настало время подвести итоги. Плюсы. Хороший экран, приемлемая производительность, камеры, как тыльная, так и фронтальная, поддержка 4G LTE и лучшая в классе автономность. Минусы. Правда, за неимением каких-то конкретных минусов будем придираться к мелочам. Среднее качество звучания динамика громкоговорителя и отсутствие поддержки карт памяти microSD. На этом, думаю, все. Как по мне, смартфон получился, ну, довольно сбалансированным, имеет, пожалуй, лучшие показатели в соотношении цена, технические характеристики. Да и внешний аппарат, думаю, точно поклонников марки не расстроил. На днях получу Yumi Zero, эдакий конкурент по ценовой политике, но с премиальным внешним видом. А также, все-таки, наверное, закажу Meizu M1 Mini, разумеется, если она вам интересна. Ну и Xiaomi Redmi 2, довольно неплохой бюджетный аппарат с отличными техническими характеристиками. Еще раз, ребят, огромнейшее спасибо за поддержку всем тем, кто ставит лайки, оставляет комментарии и делает репосты, а также подписывается на канал. Для вас пара нехитростных движений, для меня огромнейшая мотивация продолжать радовать вас хорошим и качественным контентом. Как говорится, не будет вас, не будет и меня. Всем большое спасибо за внимание, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!